День добрый, дамы и господа. Сегодня у нас 28 сентября 2023 года. У микрофона Алену Эйнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. В недавней передаче я высказал несколько идей о том, почему я трампист. То есть считаю, что единственный и правильный для США кандидат президента сегодня это Доналд Джей Трамп. А поступило много откликов, на самом деле большинство положительных, но были и такие возмущенно удивленные. И я понял, что надо сделать целую передачу, посвященную этой теме, чтобы вы могли показывать друзьям, родственникам, детям, соседям, а также потом спросить у них, с чем из сказанного, а в этой программе они не согласны. Сразу хочу сказать, что если кому-то не нравится прическа Трампа, его манера говорить, его замечания о людях, которые он не любит, то здесь я ничего не могу поделать. Но мне кажется, что выбор, выбор курса для страны, а президент это ведь не матрешка, матриона, начальник, как она там называется, бабка, а именно курс движения самого мощного пока что государства на планете. А, значит, делается, с моей точки зрения, не на основании прически. Ну, вот, например, Черчилль, да, большинство из вас считает, что он был там гениальным, правильным, молодцом, там, хорошим парнем, да. Он был, во-первых, ожиревший, во-вторых, скромнослов, бабник, любитель выпить, крикун и снов, между прочим, да. А вот Адольф Алоизович Гитлер, он был милейший человек по всем отзывам, скверного слова в жизни не сказал, любил животных, обладал хорошим чувством юмора. Ну, вот, как бы я бы все-таки предпочитал, чтобы во главе моей страны, сказал, стоял Черчилль, вот. А вы, кстати, вот, что бы вы предпочитали? И не говорите мне, что Трамп диктатор и фашист, для этого надо иметь доказательства. А у вас? У вас их либо нет, либо вы ни разу их так и не представили. Хотя, например, я много-много раз просил в своих передачах, но ни разу ничего, кроме рубиней, эмоций там и тому подобное. А мне не нравится вот это. Ну, не нравится, так не нравится, так сказать. Не кушай. Эмидоры кушать люблю, а так, так нет. Ну, начнем. Начнем с самого простого, я думаю, надо начать. Америка страна иммигрантов. Мы хотим, чтобы население страны росло, мы рады, но впервые, чем мы принимаем их с открытыми объятиями, кстати. Вот попробуйте поговорить на плохом французском в Париже и получите. А в США тебе будут улыбаться, терпеливо слушать и пытаться помочь. Ну, иммигранты должны, с моей точки зрения, и вообще всех людей, которые живут в доме, у которых в дом приходит человек, тук-тук, ты скажешь, спроси, можно зайти? Да, просто влезть в дом не очень хорошо. Так вот, иммигранты должны спрашивать, у вас разрешение переехать к нам жить? А второе, они должны себя обеспечивать жильем, медициной, оплату учебы для их детей и прочее. А не ждать, когда мы оплатим им все их, что называется, мечты. Между прочим, все то же самое, что мы сами получаем тяжелым трудом. В Нью-Йорке дефицит бюджета 1,2 миллиарда долларов в одном городе. Там снимают гостиницы для нелегалов, кормят, лечат, поят, дают смартфоны, говорят, что и компьютеры тоже, майки. Учат их детей и платят пенсии. Кому? Их старикам и их инвалидам, которые пришли вместе с ними без разрешения в эту страну. А еще безработицу тем, кто, американцам, естественно, тем, кто потерял работу из-за приехавших. А та же ситуация в Сиэтле, Майами, Чикаго, Сан-Франциско, почему-то в городах с мэрами-демократами. Мы не можем, естественно, стрелять на границу, но не можем мы стрелять в людей просто за то, что они хотят прийти сюда и хорошо жить. Мы не можем не лечить больных, когда они приходят в больницу. Мы не можем не учить детей, когда они болтаются по улицам. Как только мы пускаем их к себе, мы не можем не быть людьми. Этим мы отличаемся от многих других стран и народов. А как не пустить их к себе? Вот есть один способ. Это называется стена. И, соответственно, обслуживание этой стены, этой границы современной пограничной службы. И, значит, принимать тех, кого мы хотим принимать, а не тех, кто просто зашел без нашего спроса. Тех, кого мы хотим принять. Например, нам нужны математики, мы премиум математиков, нам нужны врачи, мы премиум врачей, предприниматели, инвесторы. Мы можем говорить каждый год, вот сейчас нам нужны вот эти люди. И они пусть подают, будем рассматривать. И знаменитых музыкантов, да, почему не принять? Пусть запишется очередь, и мы будем их проверять. И как ждал я, как жала моя жена, как множество моих знакомых ждут, кто год, кто пять. Единственный претендент – президент, кто построит стену, которую ему не дали построить первый раз, это Трамп. Вот у других, кроме как слова, значит, о том, что надо решать ту проблему, никаких идей нет. Потому что других идей нет. Надо либо стрелять, либо ни копить, ни поить, ни прочее, да, либо строить стену. Стену построит только Трамп. Надеюсь, вы знаете, что при Байдене, ну, я бы сказал так, Байден и его люди запустили в страну порядка 7 миллионов необразованных нелегалов. Это по официальной статистике Трамп подтверждает, что больше. А часть криминала, естественно, среди них, часть с наркотиками, часть с проституцией, с бандами, которые сейчас готовят плацдармы по всей Америке для новых свершений и захватов. Вот, господа, вот рассматривая эту часть, да, этот вопрос, самую первую вещь, которую мы рассмотрели, вот тут я Трампист. Сто процентов. Стена. Итого, это причина номер один. Значит, сейчас будут другие. Причина номер два. Это не обязательно, что я их располагаю там, потому что, что называется, приходит, набросал свои какие-то там идеи, что приходит на ум, я о том и рассказываю. Причина номер два. До Трампа мы платили за энергию по 600 миллиардов долларов в год, причем в основном странам, которые не очень дружесно к нам относились. С приходом Трампа США начало пользоваться своей собственной энергетикой и начало поставлять жиженый газ в Европу. Усилиями администрации Трампа США цена на нефть достигла 36-39 долларов за баррель легкой нефти. Это связало руки Ирану, России, Венесуэле и практически прекратило агрессии. Войны там, пенотированные терроризмы. Денег у них на это не хватало. С приходом третьего срока Обамы, ну, Байден, понятно, что это третий срок Обамы, мы снова, значит, покупаем энергоносители по астрономическим совершенно ценам. Россия, Иран, Китай, Саудиты, Венесуэла, Дания, Норвегия, они счастливы по этому поводу. Кстати, Венесуэла, Иран и многие другие не соблюдают норм безопасности при добыче и транспортировке нефти и газа и загрязняют планету намного больше, чем производители США и чем если бы мы производили в США. Значит, электромобили, о которых нам только рассказывают, пользуются энергией, которая, значит, при выработке ее загрязняла атмосферу в огромных количествах. Почитайте сами, господа, не верьте мне на слово, не верьте. Электромобили в основном производится в Китае, кроме всего прочего. То есть мы теряем рабочие места в энергоиндустрии и в автомобильной промышленности. Мы платим дяде за нефть и газ, за автомобили, за запасные части. Мы платим по безработице тем, кто потерял работу из-за политики Обама и Байдена. А это политика, не здравый смысл, чтобы вы понимали, никакого здравого смысла в этом нет. Это не забота о нас с вами. Это чистой воды политика. Россия от этого стала очень хорошо, правильно? Бум, нефть подлилась, так сказать, наверх, газ поднялся на нефть, невероятно еще. Опять эти идиоты поцарели. Они делают миллиарды на энергоносителях и могут финансировать захват Украины. Иран получает миллиарды от энергоносителей. И, кстати, у них появился и новый бизнес такой. Они время от времени ловят американцев, а потом продают их нам за миллиарды. А администрация Байдена показывает их по телевизору. Вот, мы освободили и прочее. Эти сейчас снова поймают кого-то в очередной раз, снова несколько биллиардов, ну и тому подобное. А когда-то был принцип у американцев не вести, и южно-теан тоже не вести никаких переговоров с террористами, точка. Не вести. Потому что иначе, если ты это делаешь, то они продолжают и продолжают. Ну ладно, мы сейчас не об этом. Китаю хорошо от нашей политики. Они производят миллионы батарей, извиняюсь, не барей, а батарей для электромобилей. И получают нефть по дешевке от Ирана. А в Венесуэле хорошо. Много денег ежегодно мы передаем этой фашистскому режиму для того, чтобы его поддержать. А кому плохо? Плохо нам с вами. Бензин 6 долларов в Калифорнии и 4 с небольшим долларов по стране. Значит, все подорожало на 15-20%. Я знаю какие-то отрасли, в которых на 30 и более подорожало. Рабочие места улетают снова. Значит, в Китай, в Мексику. Долг страны растет не по дням, а по секундам. Да, вот, кстати, значит, кто-то сейчас может сказать, а при Трампе, мол, долг тоже рос. Верно. Значит, разница заключается в том, что при Трампе мы занимали деньги, чтобы строить бизнес. Чтобы организовывать рабочие места, чтобы мы вкладывали это к инвестментам. Сейчас мы занимаем деньги, чтобы заткнуть дыры и надеемся на авось, что, может, когда-нибудь в будущем будет настолько хорошо, что мы сможем спокойно. А если нет, то, ну, хорошо, внуки отдадут. И не их, а наши с вами. То есть, авось, на который уповает администрация демократов, он такой, тот, от которого мы убегали из СССР, там, из России. Да, Трамп даст возможность энергопромышленности сделать США самым большим экспортером из импортера. Опять он сделал это уже, он сделает это еще раз. Я трампист, господа, я трампист. Причина третья. В США нет федерального запрещения менять пол ребенка хирургическим путем и обрабатывать его железо-химпрепаратами. Нет закона, запрещающего это, причем даже если родители против. Трамп немедленно выпустит указ президентский, останавливающий эту практику. И, так сказать, естественно, пойдет дело в Верховный суд. И Трамп будет ждать до решения Верховного суда. Что он решит? Я думаю, что вряд ли Верховный суд решит в пользу разрешения мутиляции детей. Я считаю, что это как и разрешение мужчине конкурировать в женском спорте. Как разрешать двухметровому дебилу заходить беспрепятственно в раздевалку и дешевую к 13-летним девочкам? Как запретить останавливать и судить воров, которые украли? Вот в Калипорне меньше, чем 950 долларов. Где я их остановлю? А, посмотри, а на 949, извините. Туда можете спокойно идти. А сейчас еще ассамблея штата обсуждает закон, что вы, вот если вы остановите вора, причем в вашем магазине, в вашем бизнесе, охраняя его, делая все что угодно, просто проходя мимо, вы заплатите штраф, то ли 14, то ли 18 тысяч долларов, они сейчас это обсуждают. Понимаете? Вот вы скажете, а, Калифорния. Начинается в Калифорнии, и вы правы. Потом продолжается по всем демократическим штатам страны. А за то, что вы остановили вора, вы, они сейчас дебатируют, 14 или 18 тысяч должны заплатить. А Белый дом молчит и хочет выдвинуть губернатора Калифорнии, который все это и делает, собственно, в президент, или для начала в вице-президент. Нет, господа, я трампист. Абсолютно и без поворотных. Причина четвертая. Значит, США не выпускает более антибиотиков. Но без них мы начнем болеть и умирать. Где же мы их берем? Значит, что нам говорят эксперты? Мы покупаем их в Китае. Если Китай на что-то очень обидится, сделаем какой-то там резкий шаг, там что-то такое, что им не понравится, то нам прекратят поставку антибиотиков. А, кстати, множество других лекарств. И мелкие заражения крови снова станут причиной смертей десятков, а может быть, и сотен тысяч американцев. Трамп единственный, кто собирается с первого дня прихода в Белый дом субсидировать производство лекарств США. Не в Мексике, не во Вьетнаме, не в России, не в Иране, в Соединенных Штатах Америки. От этого зависит безопасность страны. Это дело не бизнеса уже, это дело безопасности страны. А поэтому мы Китаю слова сказать не можем. Они нас придушат без того, чтобы произвести хоть один выстрел. Вот, господа, я еще раз хочу сказать, что я трампист. А вы хотите зависеть от Китая в лекарствах и от России, Ирана, Венесуэлы в отоплении ваших домов? Ну, хотите. Но я не хочу, поэтому я трампист. Я думаю, что и вам не след хотеть. Причина пятая. Самая большая армия в мире бежала из Афганистана. Трамп собрался уходить из этой 20-ти плюс летней войны, но сначала посчитав оборудование, получив отчет о потраченных деньгах, договорившейся о передаче власти внутри Азербайджана, внутри Афганистана. Как только пришли демократы, отвечавшие, кстати, за снабжение армии все эти годы, значит, при Обаме, то они немедленно приказали бежать сломя голову, якобы потому, что 70 тысяч бородатых мужиков, вооруженных берданками, сидящих на пикапах, выгнали армию США с 80-миллиардным оборудованием, ракетами, вертолетами, скорострельными пушками, спутниками на обмите и дронами, электроникой лучшей в мире. Вот можете на секунду это поверить, я нет. Просто перед глазами у нас спектакль разыгрывался, да? Так был приказ бежать. Приказ пришел, значит, ничего не считать, все оставили. Самолеты, танки, грузовики, ракеты, бежать, 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 наплевав на 20 тысяч афганцев, которые рисковали жизнями, чтобы помогать нам. Они бежали, чтобы не считать, сколько денег разворовано. Вот никакого другого объяснения нам никто не дал. Но Трамп, который не начал эту войну, не он ее, кстати, продолжал. Трамп собрался ее заканчивать. Он сказал, пора заканчивать. А воры, как только он ушел, сдали наших помощников и 80 миллиардов долларов оборудования, конечно, поменьше, потому что часть разворована была. А которые куда они ушли? Кто их начал покупать, наши оборудования у талибов? Китай, Иран, ну, может быть, мы сами немножко выкупили, заплатив за наши же, и всем остальным нашим врагам. Трамп единственный, кто будет это расследовать, чтобы потом неповадно было. Вам хоть ясно-то, почему они боятся и ненавидят его? Почему такой вой идет по его поводу, господа? Снова и снова. Я трампист. Причина шестая. Не устали еще. Ну, мы скоро закруглимся, так сказать, да, хотя столько еще всего, что хочется вам сказать. Значит, на нашей Тамаре Китай и множество других стран накладывает пошлину. Ну, аж до 200% доходит. То есть мы не можем торговать там в их стране, потому что как можно конкурировать? Других не вложили, но нас не вложили. А они к нам вводят без пошлины. Либо какое-то минимальное там, 2, 3, 4, 5 процентов. Нам говорят, Китай – это развивающаяся страна, поэтому надо им дать возможность развиваться. Поэтому мы не имеем права до них накладывать. Господа, мы тоже развивающаяся страна. Трамп говорит, только за окна, зуб за зуб. Мы ничего не будем гадости никого делать. Но тот, кто нам 200% пошлины, мы тебе, значит, тоже 200% пошлины, а твоим конкурентам – ноль. Уверяю вас, нам быстро позволят ввозить нашу продукцию в те страны, которые хотят ввозить свою продукцию нам. Трамп будет вводить налог на всех, кто вводит налоги на нас. Если нам что-то очень будет нужно, мы снимем этот налог. Я лично за Трампа. А вы? Неужели еще нет? Причина седьмая, восьмая, девятая. Пять мусульманских стран подписали договоры о дружбе с Израилем. Практически не сняв совсем, но намного ослабив напряжение на Ближнем Востоке. Страды НАТО начали тратиться на вооружение. Трамп заставил их принести около 400 миллиардов долларов до того, мы тратили на вооружение. На их защиту мы тратили. А они над нами смеялись. Говорили, что вот мы в социальную вкладываем, а у вас там социалка, ха-ха. Всего там женщины столько-то месяцев, а у нас там в четыре за больше. Конечно, вы ничего не тратите на вооружение. Мы вас защищаем, поэтому вы могли позволить своим женщинам отдыхать. Мы себе этого не позволяли, потому что мы обеспечивали вас защитой. Начали добавлять они деньги и вносить из-за Трампа. После этого хода частично перестали. Демократы пытаются ловить Верховный суд до 15 судей. Зачем? Чтобы сделать его либеральным. Демократы требуют права на аборты, когда плод уже развился и чувствуют боль, видят сны и распознают голос матери. Почему-то вот это у них не считается человеком, которого надо защищать, и не считается, что у него есть право. Может, нет прав, потому что он, я не знаю, еще не проголосовал за демократа. Демократы усиливают профсоюзы. 60 тысяч американских предприятий закрылись у нас, открывшись на территории Мексики, Китая и тому подобное. Некоторые в Вьетнаме. За время администрации Трампа средний доход семьи вырос на 6 тысяч долларов в год. И я трампист. За тот же период 7 миллионов американцев вышли из состояния бедности и перестали получать талоны на еду. Они более, эти талоны, не были им нужны, они получили работу. Я трампист. Трамп вернул в страну 1,2 миллиона рабочих мест в производстве и строительстве. Не в обслуживании, не в государственном аппарате. Производство и строительстве. Это огромное количество рабочих мест. При Трампе страна вышла из рецессии в 23 раза быстрее, чем когда-либо в истории США. Я трампист. При Трампе отменили столько идиотских требований к бизнесу, что расходы на бухгалтеров и исполнение этих требований сэкономили малому бизнесу около 50 миллиардов долларов. Вот. Где они остались деньги? В карманах владельцев малого бизнеса. Там, где они должны были остаться. При Трампе в страну стали поступать лекарства из многих стран мира, и цены на лекарства упали до уровня 1970 года, когда доллар был совсем другой. При Трампе смертельно больные люди стали иметь право пробовать лекарства, еще не имеющие сертификата FDA. При Трампе нелегальный переход к границе уменьшился на 87%. Я трампист. При Трампе начала нормально работать ветеранская администрация. Вы, наверное, забыли уже, но до того, до его времени, ожидание врача было такое долгое, что некоторые умирали в это время, а другие кончали жизнь самоубийством. Трамп разрешил ветеранам, если есть очередь, обращаться к обычным врачам, если в спецбольницах почему-то как-то что-то не получается. Ожидания врача, лекарства, обслуживания сократились драматически, и это еще одна причина, почему я за Трампа. При Трампе более 40 тысяч бездомных ветеранов получили заработок и жилье. 600 тысяч ветеранов прошли переобучение и нашли работу. 600 тысяч ребят, которых мы послали, черти куда делать, черти что. Начиная с 2016 года, тяжкие преступления в США падали на 7% ежегодно. По инициативе Трампа создалось спецподразделение по борьбе с преступлениями в больших городах. С приходом Байдена толперы решили все. Грабить, сжечь, воровать, убивать. И ничего, ничего за это им не было. Как вы думаете, вот то, что делает Байден, это уменьшило преступность или увеличило количество преступлений? При Байдене полицейские отделения были уполовинены. Бюджет снимали, людей на пенсию отправляли, они нанимали других. И полицейских еще начали наказывать за то, что они вообще вмешивались в драки, поджоги, грабежи. Как вы думаете, это уменьшило или увеличило преступность? Вот вы как хотите, господа. Я трампист. И вот послушав все это, эти факты, не измышления, тут измышлений нету. Мой только рефренд, я трампист. Все остальное было из источников, которые вы можете проверить. Серьезные источники, государственная отчетность, всякие там серьезные исследования и т.д. Вот если вы ранее не знали, скажем, этих фактов, вы все еще считаете, что цвет волос, мимика, раздражающая вас там, вот рукой вот так делают все время. Я, кстати, тоже так делал рукой. К государству ко мне пришло на мою встречу больше людей, чем ко всем остальным. Вас смущает на это вранье. А вот, кстати, байденовская. Я никогда ничего не получал от Китая. Моя семья никогда ничего не получала из-за границы. Мой сын что-то делал, о чем я не имел ни малейшего представления. Это вранье, как мне кажется вам, более серьезным. Или, ну, хорошо, Байден, уходящая, так сказать, фигура поляпинской. Не хочу всякие эпитеты. Неважно. Вот в орбите Хиллари и Билла Клинтонов, которые все еще серьезные фигуры в демократической партии, там, в политике США и прочее. 108 человек. Либо покончили жизнь самоубийством, либо погибли странной смертью. Это не более страшно, чем... Меня любят больше, чем всех других президентов. У меня самая красивая жена. Тут он соврал. У меня более красивая жена, чем у него. Это естественно. У него вторая. У меня лучшие дети нас опять соврал. Единственная мудрая позиция сегодня, с моей точки зрения, это быть трампистом. Если у вас есть логика, вы не можете не быть трампистом. Единственным человеком сегодня, который не обязан своим восхождением болоту. Единственным человеком, который это болото собирается осушать. Я пользуюсь его терминологией. Я говорил все по-другому. Там номенклатура, там обгивы конюшни и прочее. Он говорит, болото. Хорошо, будем говорить болото. За что болото-то его ненавидит? Это не демократы против республиканцев. Это болото всех партий и всех мастей против нас с вами. И против Трампа. Господа, дамы, Я Трампист. До свидания. До следующих встреч.